Мы с вами начали новую серию уроков, который мы назвали заучивание Корана методом праведных предшественников. В чем заключался этот метод праведных предшественников? В том, чтобы заучивать слова Всевышнего Аллаха, понимая их смысл. И также один из важных аспектов, совершая дела в соответствии с тем, смысл чего ты понял из речи Всевышнего Аллаха. И мы начали с конца Корана, так ведь? И то, что было нами разобрано, это последние три суры из Корана. Аль-Ихлас, Аль-Фаляк и Аль-Нас. Или же последнюю страницу из Корана. Домашнее задание вашим было заучить. Когда заучиваем, используем все методы, любые методы. Если есть кто-то рядом, кто может подсказать, допустим, исправить, рассказать ему, прочитать ему, чтобы он исправил. Если нету такого человека, то просто больше слушать, больше слушать, допустим, Аль-Хусари, вот таких чецов. Не тех, кто красиво читает, а тех, кто правильно читает. Правильно, четче читает, стараться прислушиваться к ним. И много-много-много раз слушать. Поэтому методом, избранным нами, было что? Во-первых, мы читаем краткий тафсир этих сур. Тафсир мы взяли Аль-Мухтаср фит-Тафсир. Книгу Аль-Мухтаср фит-Тафсир. Прочитали смысл. Затем некоторые слова выборочно. Допустим, что такое фаляк? Что такое фаляк? Мы разбирали. Мы сказали Аль-Фаляк это рассвет по-русски или же Ас-Супх. Ас-Супх. То есть слово фаляк мы сказали, можем растолковать как Ас-Супх. То есть рассвет, утро. Или, допустим, что такое гасик? Мин шарри гасик ида ва-кап. Гасик. Что имеется в виду по словам гасик? Тёмная ночь. Ночь, мрачная, тёмная ночь. Да. Потом, допустим, кто такой хан-нас? Отдельно слова вот некоторые были нами разобраны. Кто такой хан-нас? Тот, который убегает. Когда убегает? В именании. Всевышний Аллах, Сухханаху Ат-Аля. На. Также, допустим, сказали. Куль аузу бироббил фаляк. Бироббин нас. Что значит раб? Сказали. Аль-Халику, аль-Малик, аль-Мудаббир. Кого называют раб? Господь. Что в себя это слово включает? Тот, кто создал, владеет, управляет. На. Вот это раб. Вот так разобрали вторым нашим шагом было, что разбор слов. Некоторых слов выборочно. И точно так же, иншаллах, и сура, за суры, и без нилляхи, и тааля, до сура аль-Фатиха, и до сура аль-Бакара и Фатиха, будем разбирать какие-то непонятные слова. Как мы до этого не раз уже говорили, допустим, что такое задание, скажем, и так далее. Чтобы то, что мы читаем, как какие-то слова, которые могут вызвать недопонимание, застрим на них внимание, выделим их, в отдельной таблице сделаем, иншаллах. Затем, после этого, следующим шагом было что? Аль-Амаль. Аль-Амаль. Как мы можем дела совершить? Вот изучили мы эти три суры, поняли их смысл, заучили, слова какие-то знаем из них отдельно. Дальше что? Как дела делать? И вот мы сказали, какие дела мы можем совершать в соответствии с этими сурами. Во-первых, читать их, после каждого намаза прочитывать по разу, по три раза прочитывать по утрам и вечерам. Какие-то из этих сур, а в частности сур Али-Хлас, читать, допустим, в утреннем намазе, в сунне утреннего намаза, или же в сунне Магриба, так ведь? Или же после Тавафа входит, или же Витре в первом Ракате. Все это я вам обещал, что удалили, приведем, иншаллах, на это. Этим сегодня и займемся, без ниля и тали. Поэтому следующим шагом, вот в этом, если так громко можно сказать, на пути изучения и заучивания Кур'ана по методу саляфов, у нас будет, что? Саваит сур Али-Хлас иу Аль-Фаляк иу Ан-Нас. Какие-то общие полезные моменты, общие полезные выводы из суры Али-Хлас, Аль-Фаляк и Нас, мы скажем. Так как третьи суры нами были изучены, о них и будем говорить. Во-первых, Аль-Фадайлюль-Джами'ату лисуариль-Ихлясы в Аль-Фаляк иу Ан-Нас. Какие-то общие достоинства. На что указывает сунна пророка, саляллаху алейху ассалям, из достоинства этих сур? Как-то выделены они от других сур Кур'ана или нет? Есть ли у них какое-то свое место? Так как мы знаем, что суры в Кур'ане у них что-то фадуль есть. То есть, никакая сура из Кур'ана не сравнится с сурой Аль-Фаляк. Никакой аят из священного Кур'ана не сравнится с аятом Аль-Курси, конечно. И вот поэтому, что несмотря на то, что Кур'ан, он весь от Всевышнего Аллаха, нет сомнений, но какие-то суры, они имеют больший почет, большее достоинство. Что же касается относительно достоинства вот этих трех сур, в общем, сообщается Однажды мы вышли в дождливую и очень темную ночь на тлюбу Расуль Аллахи, саляллаху алейху ассалям. Направились к пророку, саляллаху алейху ассалям, рассказывает он. Для того, чтобы он помолился вместе с нами. И мы застали его, застали в доме. На что пророк, саляллаху алейху ассалям, сказал, вы уже помолились? Я ничего не сказал. Он сказал, читай, скажи, читай. Но я ничего на это не ответил, ничего не сказал. Затем посланник Аллах опять сказал, читай. Я ничего не сказал, опять промолчал. Опять третий раз повторил, сказал, куль. О, посланник Аллах, что сказать? Что мне прочитать нужно? Каль, на что он сказал, куль, куль хуаллаху ахат. Скажи, куль хуаллаху ахат. И прочитал суру Ихлас. И две суры, две защищающие суры, или две предохраняющие суры, будем так называть. По-арабски это звучит, муаввизат, муаввизатэн. Есть термин, муаввизат, муаввизат. Муаввизат, предохраняющие, защищающие суры. Называют, Ихлас фаляк нас. Иногда мы можем услышать такой термин, муаввизатэн, или муаввизатэйн. Переводится как две предохраняющие, две защищающие суры. Имейте ввиду только фаляк и нас. Если сказано муаввизат, сколько туда входит сур? Три. Если сказано муаввизатэн, муаввизатэйн, две. Фаляк и нас. Мафом, да? Эти термины нам нужно усвоить для того, чтобы понимать хадисы. И вот здесь сказано. Пророк, салаллаху алейху ассаляму, им сказал. Куль, куль хуаллаху ахад, валь муаввизатэйн. То есть, прочитай суру. Куль хуаллаху ахад. И две защищающие, то есть, и фаляк, и нас. Хина тумси, ва хина тузбих. Читай их утром и вечером. Утром, то бишь, после. Какой молитвы? После хаджра. А вечером? После хаджра. После хаджра. Вечер после хаджра. Когда мы делаем вечерние зикры? Или вы после мағрибы делаете? После хаджра. Аллаху алейм. После хаджра более правильно. Аллаху алейм. Да, некоторые есть. Таип. Сказал, читай суру и хлас. И фаляк, и нас. Утром и вечером. Саляк, и маррад. Такфи камин кулли шейкин. Если ты прочитаешь утром и вечером их по три раза. Этого будет тебе достаточно от всего. То есть, этого хватит тебе от всего дурного. Имеется ввиду. Этот хадис приводит имам Абу-Давуд. Также от Тирмези. И есть в этом хадисе указания на достоинство этих сур? Конечно есть, Субханал. Если ты по три раза прочитаешь их утром. По три раза прочитаешь вечером. Пророк, саляк, алейху 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 асалям. Сказал тебе. От всякого зла тебя убережет. Будет тебе достаточно от всего дурного. Таип. Анукбата бни Амир. Каль. Передается от Укбата бни Амира. Также он сказал. Амарани Расулу Аллахи, саляк, алейху алейху асаляма. Ана акраби муавизат. Дубура кули саля. Он говорит. Повелел нам Пророк, саляк, алейху алейху асалям. Читать муавизат. Сколько сур? Три суры эти. Ихлас фаляк, нас. После каждой молитвы. Этот хадис приводится в мус над имам Ахмада. Также в суннане Абу Дауд. И Ауанна Сааи. То бишь, вот мы видим практику. Как нам делать дела, соответствия. Вот. Утром и вечером читать их. После каждого намаза прочитывать по одному разу. Ихлас фаляк, нас. Дальше. Передается от Абдул-Азиза ибн Джурайджа. Говорит, я спросил Аишу, мать правоверных. А что читал Пророк, саляк, алейху асалям, когда совершал Витр. Витр намази. Она сказала. В первом ракаате он читал. Сказано в этом реваяте. А в третьем ракаате читал Кульху Аллаху Ахад и еще Муаввизатейн. Две какие? Фаляк и нас. Имеется ввиду. Фаляк и нас. Этот хадис приводит имам Ахмад в своем муснане. Также Абу Дауд. И имам Ат-Тирмиди ибн Маджа. Хадис достоверный. Опять же мы видим, что Пророк, саляк, алейху асалям, выделил эти три суры в тем, что читал их в Витре. До этого я сказал, что в первом ракаате Витра читал. Так ведь? Ошибся я. Ошибся. Не в первом ракаате, в третьем ракаате, конечно. Анибни Аббасин, рады Аллаху анхума. Передается также от Абдулла Аббаса. Да будет доволен Аллах им и его отцом. Он сказал. Кана Набию Аллахи, саляк, алейху асалям, аютеру би саляфин. Пророк, саляк, алейху асалям, в Витре читал три. Би саббихисмараббикал а'ля, суру аль-а'ля, который начинается со слов саббихисмараббикал а'ля. Ва куль я айюхал каферун. Также читал. Скажи о неверующие. Ва куль хуаллаху ахат. И читал. Видите, вот этот хадис приводит Мусладимам Ахмад, также Анна Саи и Блюмаджа. В этом хадисе не указано, что муаввизатейн. В предыдущем было указано. Следующий хадис. Ан Аишата, рады Аллаху, анха, калет. Передается от Аиши, да будет доволен ей Аллах, что она сказала. Кан Расулуллахи, саляк, алейху асалям, иза ава, ила фирашихи, нафаса фи кафейхи, бикуль хуаллаху ахат, вабил муаввизатейн, джами'ан. Сумма ямсаху бихима ваджхаху, вама балахат ядаху фи джасадихи. Вот когда пророк, саляк, алейху асалям, ложился в постель, он дул на свои ладошки, читая, куль хуаллаху ахат, и две защищающие суры. То бишь, фаляк и нас. Читал эти суры, сказано все, а затем протирал этими ладонями лицо, и все тело докуда мог достать. То есть, откуда доставали руки, все-все-все, обтирался, обтирался. Калят Аишату, и сказала Аиша, фаляммаш така кана яморуни ан аф'аля залика бихи. Когда же он болел, то есть, плохо себя чувствовал, то он повелевал мне, чтобы я делал это. То есть, читал и обтирал его, алейху асалям, алейху асалям. Это можно использовать как дали, чтобы детям делать. Да, иншалам, да. Чтобы детей обтирать тоже, да? Да. Фадайлю сурател-ихляс хасса. Далее мы поговорим. Мы сейчас говорили о достоинствах трех сур, хадисах, которые сообщаются о достоинствах этих трех сур. Далее хадисы, в которых сообщаются о достоинствах только лишь суры Ихлас, отдельно. Что однажды он услышал, как один человек читал суру «Кульху Аллаху Ахад» и повторял ее. Имеется ввиду в ночном намазе своем повторял эту сур. Когда настало утро, он направился к пророку, саляллаху алейху асалям, и упомянул ему об этом. И показалось, что этот человек, как будто бы ему показалось, что этого мало. То есть, почему он не может что-ли что-то больше прочитать? Почему он ограничивается только «Кульху Аллаху Ахад»? Повторяет ее, повторяет. Как будто бы, говорит, ему показалось, что что-то он немножко пренебрежительно, халатно как будто относится. На что пророк, саляллаху алейху асалям, сказал, Пророк, саляллаху алейху асалям, на это сказал, То есть, также передается от Катады ибн Умана то, что один человек во времена пророка, саляллаху алейху асалям, читал точно так же суру, «Кульху Аллаху Ахад» и ничего не добавлял. Только ее читал и все. Когда, говорит, наступило утро, этот человек пришел к пророку, саляллаху асалям, и окончание хадиса такое же. То есть, ему сказал об этом пророк, саляллаху асалям, что сказал? Воясню, это сура треть Курана. Сказал, приравнивать за третью Курана. Также передается от Абуд-Дарды, то, что пророк, саляллаху алейху асалям, сказал, Говорит, неужели не может один из вас за ночь прочитывать треть Курана? Спросил в этом хадисе. Неужели кто-то, говорит, настолько слаб, что не может прочитать и третью Курана за ночь? Тогда люди сказали, а как он может прочитать треть Курана? На что он сказал? Сура Ихлас, то есть, приравнивается к третью Курана. Этот хадис также приводит Имама Али-Бухари и Муслим. Передается от Абуд-Дарды, что однажды пророк, саляллаху алейху асалям, сказал, Ушхуду, прошу прощения, Ухшуду, Ухшуду, сказал, то есть, Истамиу, имеется в виду. Вслушайтесь, прислушайтесь в таком смысле. Фа инни сааакрава алейкум сулиса л-Куран. Ведь сейчас, говорит, я вам прочитаю треть из Курана. Фа хашада ман хашад. И прислушался тот, кто прислушался. Затем вышел к ним пророк, саляллаху алейху асалям, и прочитал ссору, Затем снова зашел домой, обратно вернулся. И тут начали говорить мы друг другу. Мне, говорит, кажется, то, что пророку, саляллаху алейху асалям, Начало неспосылаться откровение. И именно это заставило его войти. То есть, третье Куран, мы же не услышали, иметь в виду. Он же вышел, прочитал и зашел. Наверное, откровение, говорит, начало неспосылаться. Поэтому он зашел. Затем пророк, саляллаху алейху асалям, вышел и сказал Я же, говорит, вам сказал, что я вам прочитаю треть Курана. Воистину, эта сура равна третье Курана, сказал алейху асалям. Этот хадис приводит имам муслим. Пророк, саляллаху алейху асалям, сказал, воистину, Всевышний Аллах разделил Куран на три части. И сделал, саляллаху асалям, третью частью из этих частей Курана. Этот хадис приводит имам муслим. От Аиши передается, что пророк, саляллаху алейху асалям, отправил одного человека в военный поход. И этот человек читал вместе с подвижниками в намазе, что-то из Курана. И последней завершающей его сурой было всегда, кульху аллаху ахад. Всегда я и заканчивал. Когда они вернулись, они упомянули это пророку, саляллаху алейху асалям. Фа каль, на что он сказал, салюху, ли ай-и шей-ин яснау далик. Спросите его, а почему он так делал? Почему он это делает? Фа салюху, они спросили его, фа каль, на что он сказал, ли аннаха сифату рахмата. Сказал, потому что в этой суре описывается милостливый. Каков он? Аллаху ахад, ассамад, лам ялит, ва лам юлят, ва лам якун лаху куфу ан ахад. Так ведь описывается милостливый, он говорит, потому что в ней описывается милостливый. И я люблю читать эту ссору, сказал. Фа каленнабию, саляллаху алейху асалям, на что пророк, алейху саляту асалям, сказал. Сообщите же ему, что Аллах любит его, этого человека. Этот хадис приводит имама аль-Бухари, также муслим. Аль-Муаз ибни анас ал-жухани, صахиб النبي, саляллаху алейху асалям, Аль-Муаз ибни, саляллаху алейху асалям, сказал. Приводится от Мааза ибн Анас аль-Джухани С подвижника пророка салаллаху алейху ассалям О том, что он, да был усоветовал Приводится, сказал тот, кто прочитает Суру кульхуаллаху ахад До конца, десять раз Тому будет построен дворец в раю На что Омар сказал Ну тогда, говорит То есть, тогда давайте Ну, больше, как бы, будем считать На что он сказал, Аллах Самый большой, самый отъеб Этот хадис приводит имам Ахмад И имам Ад-Дайрими в своем суннане Но этот хадис недостоверный Также этот хадис, как раз-таки, упоминает Имам Аль-Мунзири В своей книге от Тархиба Тархиб Вот, которую сейчас 6 человек, как раз В этой книге Только что Мы же сказали то, что шейх поделил Имам Аль-Мунзири собрал просто И достоверные, и недостоверные Затем шейх Аль-Аль-Бани что? Разделил Достоверные в одну стопку Недостоверные в другую стопку И получилось у него, если не ошибаюсь Три тома Достоверные в другую стопку Достоверные в другую стопку И два тома Дуаифу Тархибу 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 Шейх Аль-Бани упоминает этот хадис Дуаифу Тархибу Тархибу То есть он недостоверный Он недостоверный Силу некоторых обстоятельств Силу одного из передачек Этого хадиса Тархибу Передац от Бурайды Что однажды пророк Алейхи Саляту Ассалям Услышал одного человека Якуль, который говорил Следующие слова Он сказал О Аллах Я прошу тебя Посредством того, что я свидетельствую Что ты Аллах Кроме которого нет достойного поклонения Аль-Ахаду Самад Единого Который является Ассамад То есть самодостаточного Или же совершенного В своих атрибутах Мы сказали Или тот, в ком все нуждаются А он ни в ком не нуждаются Или тот, кому все обращаются Со своими нуждами И он отвечает Вот этот смысл слова Самад, если вы помните И он обращается Смотрите, говорит О Аллах, я прошу тебя Посредством того, что я свидетельствую Что ты Аллах Кроме которого нет иного Объекта поклонения Аль-Ахад Ассамад Единый и Ассамад Который не родил и не был рожден Цитирует аят из какой суры? Алихлас Так ведь? Алихлас И нет никого подобного тебе На что он сказал Пророк А.С. Про этого человека Мольбу которого он услышал КОТ СААЛЛАХА БИСМИХИЛ ААЗИМ БИСМИХИЛ ААЗАМ АЛЛЯЗИ ИЗА СУИЛЯ БИХИ ААТА ВАИЗА ДУАИЯ БИХИ АДЖАБ Этот человек сейчас попросил Всевышнего Аллаха Его самым великим именем Посредством которого Если попросить у него что-либо Он ответит И если взывать к нему Он также непременно Ответит на мольбу Этот хадис приводит имам Ат-Тирмизих в своем сонне И также Ибн Мааджа И в этом хадисе содержится указание На то что самое великое имя Всевышнего Аллаха Содержится в суре Алихлас Мы не знаем точно какое Но знаем что в суре Алихлас есть Об этом пророк С.А.С. сообщил Потому что он взывал с этими именами Скал БИАННАКИ АНТАЛЛАХ АЛЛЯЗИ ЛА ИЛАХА ИЛЛААНТ АЛАХАДУ ССАМАТ АЛЛЯЗИ ЛАМ ЯЛИТ ВАЛЯМ ЮЛЯТ Так же он попросил Всевышнего Аллаха На что пророк С.А.С. сказал Он сейчас обращается к Аллаху С Его самым великим именем А какая польза Обращаться к Аллаху С самым великим именем То что если ты посредством Него Обратишься То Аллах непременно тебе даст Пророк С.А.С. сказал Если попросить посредством Него Аллах дарует И если обратится к Аллаху То даст ответ опять же Здесь вопрос, какая разница между су-иля и ду-ия То есть, если кто-то попросит, су-аль и ду-ия, ду-а сделает Мы говорим, ду-а это нечто обширное, чем су-аль Су-аль это просьба, что-то попросить А ду-а может в себя включать также восхваление Всевышнего Аллаха, прославление Его Да, тавасуль, да, тоже, это все в ду-а может себя включать А су-аль более узкое понимание, просто просить что-либо А ду-а как просить, так и восхвалять, прославлять Всевышнего Аллаха Поэтому, когда Аллах говорит, если попросит, я ему дарую То есть, дарую то, что ты просишь А если мы говорим про ду-а, если сделает ду-а, то аджаб То есть, отвечу, иметь ввиду, награжу за его прославление Также награжу и дарую, и дам Мафхум? Таин А Табухура говорит, что пророк, салаллаху алейху вассалям В двух ракаат сунны утреннего намаза читал Куль я ю хал кафирон и куль хуаллаху ахат Куль я ю хал кафирон в первом ракаате, во втором куль хуаллаху ахат Хадис приводит имам муслим Приводится в мусс над имам Ахмада, также у анна саи, от ибн Умара О том, что пророк, салаллаху алейху вассалям, в двух ракаатах перед фаджиром То есть, в двух ракаатах сунны перед фаджиром И в двух ракаатах после магриба, который Раватик Читал, говорят, более двадцати раз или более десяти раз Куль я ю хал кафирон и куль хуаллаху ахат Имеется ввиду, я застал и я слышал более десяти раз или даже более двадцати с чем-то раз Что вот пророк, салам, вот это практиковал, именно эти суры читал Это имеется ввиду Также от Абдулла ibn Mas'udu передается, что он сказал Этот хадис приводит имам Аль-Тирмидзи То, что Абдулла ibn Mas'ud сказал Я не знаю, сколько раз, то есть не счесть, сколько раз я слышал, что пророк в двух раках от Фаджра и в двух раках от после Магриба читал «Куль я юхалькаферон» и «Куль хуаллаху ахат». Вот эти суры. В Нафиль, да, в этой кровати. Два перед Фаджром и два после Магриба. В них. Также имам Муслим приводит в своем сахихе хадис Джабира, известный, когда он написал хадж пророка, саллилллаху алейху ассалям. Есть такой хадис? Есть такой хадис, альхамдуллах. Да, самый длинный хадис в своем матне. Самый длинный хадис в своем матне. То, что пророк, саллиллаху алейху ассалям, также в двух раках от после Тавафа, когда за маком Ибрахим вставал, тоже читал суру «Аль-Кяферон» и «Ихлас». Это те хадисы, которые указывали на достоинство суры «Аль-Ихлас». Давайте дальше зачитаем хадисы, которые указывают отдельно на достоинство суры «Фаляк» и «Нас». После того, как мы прочитали в общем всех трех сур хадисы, затем «Ихлас», теперь «Фаляк» и «Нас». Передается от «Укба ибн Амир» о том, что пророк, саллиллаху алейху ассалям, сказал то, что пророк, саллиллаху алейху ассалям, пророк, саллиллаху алейху ассалям, искал защиты от джинов, также от сглаза людей, какими-то способами, то есть искал защиты, защищался, прибегал, до тех пор, пока не были не спосланы две защищающие суры, пока Аллах не спослал муавидатан. Когда они не спослались, он схватился за них и оставил все остальное. Все другие методы, все другие способы, посредством которого он искал защиту Аллаха, единого, оставил пророк, саллиллаху алейху ассалям, и только вот этим. Это указывает на достоинство, на достоинство этих сур. Передается от Ибну Абиса, о том, что пророк, саллиллаху алейху ассалям, обращаясь к нему, сказал, о сын Абиса, о Ибну Абис, сказал, не сообщи ты мне тебе о самом лучшем, посредством чего ищут защиты, прибегающие к Аллаху. Он сказал, конечно, в послании к Аллаху. На что он сказал, то есть вот эти две суры, фаляк и нас. Скажи, я прибегаю к Господу рассвета, и я прибегаю к Господу людей. Этот хадис приводит имам Ахмад и также Ан-Насаи. Также передается от Укбы ибну Амира. Он сказал, В хадисе, который передает имам Ахмад Насаи своим сунам, от Укбы ибну Амира, сказано, что он говорит, я следовал посланнику Аллаха, саллиллаху алейху ассалям, в то время, когда он был верхом. И положил свою руку ему на ступню и сказал, о посланник Аллаха, обучи меня суре Гуд и суре Юсуф. Научи меня суре Гуд и суре Юсуф. То есть, зачитай мне ее, обучи мне ее. На что пророк, саллиллаху алейху ассалям, сказал, «Никто еще или ты не читал ничего, что было бы более величественнее у Всевышнего Аллаха, чем суры, «Куль ауузу бираббил фаляк и куль ауузу бираббил нас», сказал. Сам пророк сказал, «Не было еще таких сур, подобных этим». Говорит, никто. «Ты просишь меня Гуд и Юсуф, знай же, что ты не сможешь прочитать ничего более величественнее, чем фаляк и нас». Это частные хадисы, в которых затрагиваются достоинства суры фаляк и нас. Далее. Какие-то общие полезные моменты. Из суры аль-Ихлас сначала. Из суры куль хуаллаху ахат. Сабабу нузуль. Первое. Причина неспослания этой суры. Причина неспослания этой суры. Ах, раджа Ахмаду аль-Бухари фи тарихихи. От тирмизи вабну джарир. Вабну хузаймата. Вабну абихатим. Фи ссунна. Валь-багави фи му'джамихи. Вабну л-мунзир. Фи л-азама. Валь-хаким. Васахаху. Валь-бай хакий. Фи л-асмай вассифат. Ан-убай ибни Кааб. Перечислено, кто этот хадис приводит. То есть, многие имамы этот хадис приводят. Своих сборников, своих му'джамах. Имам Бухари фи тарих. Имам Ахмад в своем муснаде. Ибну джарир. Ибну хузайма. И так далее. От Убай ибну Кааба. Ради Аллаху анху. Анна л-мушрекина. Калю линнабии. Салли Аллаху алейхи вассалям. Я Мухаммаду. Унсуплена раббак. Что однажды язычники, мушреки, многобожники. Обратились к Мухаммаду. Салли Аллаху алейхи вассалям. И сказали. Унсуплена раббак. Опиши нам своего господа. Или опиши родословного своего господа. То есть его насап. Какова родословная твоего господа. Которому ты поклоняешься. Опиши нам его. Фа анзал Аллах. На что Всевышний Аллах не спасал. Слова. Куль ху Аллаху ахат. Аллаху ассамат. Лям я литва лям юлят. Валям я кун лахук фуанахат. То есть скажи. Он Аллах един. И он ассамат. Прекрасен. Самый самодостаточный. И мы сказали как. То есть обладающий наилучшими атрибутами. Самыми прекрасными качествами. И тот кому обращаются все творения. Обращается со своими нуждами. Не родил и не был рожден. Видите. Назови своего родословного. Не родил и не был рожден. На что Баибнука пообъясняет. Говорит. Ли анна гуляйся. Ли анна гуляйся юля ду шейун. Илля саямут. Валяйся шейун ямут. Илля саюров. Валяйся шейун. Валяйся аллаха ля ямуту валя юров. Говорит. Ибо любой кто был рожден. Скончается. А любой кто скончается. Оставит наследство. Воистину Аллах субханаху ва тааля. Не скончается никогда. И не оставит наследство. Валяйся кун ляху куфу ан ахад. И слова Аллаха говорит он. И не было ему равных. Или подобного ему. Имеется ввиду. Ляйся ляху шабихун. Валяйся камислихи шейун. То есть нет никого похожего на него. Нет никого равного с ним. И нет никого подобного ему. Это что касается того. Что передается относительно причины неспослания этой суры. Так же передается от Абу Хурайры. От пророка. Что он сказал. Сказал Всевышний Аллах. Говорит обвинил меня в лжи. То есть. Обвинил меня в лжи сын Адама. И не подобает ему так делать. И опять же не следует ему так делать. Что же касается того. Что он обвинил меня в лжи. Он это делает своими словами. Когда говорит. То есть. Он не сможет вернуть меня. Подобно тому. Как сотворил в первый раз. Что Аллах не сможет воскресить. Не сможет вернуть человека. Подобно тому. Кому первый раз. А ведь говорит. Создать первый раз. Было не легче. Чем потом возвратить. Об этом мы уже говорили. И сказано. Что же касается того. Что он меня оскорбил. То своими словами. Что Аллах взял себе сына. Что Аллах и есть дети. А я один. Самодостаточный. Не родил и не был рожден. И нет никого подобного мне. Сказано. Этот хадис приводит имам Аль-Бухари. Сказал имам Ибн-Уджзи. Вахтулифа фима'на каулихи саляллаху алейхи вассалям. Кульху Аллаху ахатта адилу сулуфа л-Кур'ан. Обратите внимание. Ученые разногласили. Что значит слова пророка. Алейхи салялту вассалям. Что сура Аль-Ихлаас равна третью Кур'ана. Высказывали разные мнения по этому поводу. Кто-то сказал иметь ввиду в своей награде. Кто прочитает суру Ихлас, получит такую же награду, как будто бы он прочитал треть Кур'ана. Да. Такую же награду получит. Также было высказано мнение. Что пророк саляллаху алейхи вассалям высказался таким образом по причине того, тех смыслов, которые содержат эта сура. И тех наук, которые она объемляет в себе. Ведь наук Кур'ана три. То есть Кур'ан себе несет три разные направления. Таухид, то есть Единобожие, Ахкямы, какие-то законоположения, шариатские постановления и Касас. Истории, рассказы. Так ведь в Кур'ан, если мы будем читать либо первое, либо второе, либо третье. И эта сура содержит в себе Таухид. Там нет истории, там нет шариатских. Но там есть Таухид. Поэтому мы можем сказать, если Кур'ан всего из трех частей. Истории, Ахкямы и Таухид. Сура Ихлас содержит Таухид. Вот с этой стороны она является третью Кур'ана. С этой стороны. Это говорит более явно, то есть цитирует. И сказал имам Мухаммад Ибн Салих Аль-Усаймин. Будьте внимательны. Вот здесь сосредоточьтесь. Он говорит. Равна третье Кур'ана. Однако она не может заменить треть Кур'ана. Не может встать на место третье Кур'ана. Да, как это? Да, вот там служит следующее. Говорит. Если человек в своем намазе три раза прочитает суру Ихлас, то это не заменит ему чтение Фатихи. Смотрите, логика же прослеживается. Если Ихлас это треть Кур'ана, если я его три раза прочитаю, как будто бы я весь Кур'ан прочитал. Так ведь? Но Кур'ан же содержит в себе суру Фатиха. Значит, получается, я суру Фатиха тоже прочитал. И скажет, я в намазе суру Фатиха читать не буду. Три раза Ихлас прочитаю, и все. Логично? Логично. Но у нас и религия не по логике. Если в религии была по логике, то протирать нить с носков было бы логичнее, чем вверх. Однако пророк Салам Салам так не делал. Поэтому что? А пророк, алейхиссалату Ассалам, сказал, нет намаза у того, кто Фатиху не прочитает. Он говорит, ну я же прочитал условно, три раза Ихлас прочитал. И говорит, нет, так нельзя. Так нельзя. Она говорит, не может заменить Фатиху. Да, говорит, если он три раза ее прочитает, это подобно тому, что он весь Кур'ан прочитал. Однако она не может заменить ему. Не может заменить. И не удивляйся тому, что, говорит, какая-то вещь может быть равна другой вещи, но не может ее заменить. Это даже элементарно. Грубо говоря, килограмм пуха и килограмм кирпичей. Да, они равны. На весах одинаково. Но ты же не ляжешь на кирпич спать. Так ведь? И подушку кирпичами не набьешь. То есть, они не могут заменить друг друга. Это от себя я говорю. Ибн Асаймин, рахима Аллаха, другой приводит. Говорит, смотрите, пророк, алейхи салату ассалям, Говорит, пророк, салаллаху алейхи салям, сообщил нам, что тот, кто скажет, то есть, нету никого заслуживающего поклонения, кроме единого Аллаха, у которого нет сотоварищей, ему принадлежит власть, ему хвала, и он способен на каждую вещь, то произношение этих слов, произношение этих слов, дизакула хайрут, приравнивается тому, что он отпустил четырех рабов из сынов Исмаиля. Приравнивается тому, что он отпустил четырех рабов из сынов Исмаиля. И вместе с этим, если вдруг он что-то совершил, и искуплением за этот проступок является то, что он должен отпустить раба, если он произнесет этот дикр, то это не снимает с него обязанности отпустить этого раба, нет, он все равно должен отпустить раба. Он скажет, ну вот, пророк сказал, нет, равно, но не заменяет. Мафум? Равно, но не заменяет. Поэтому, говорит, если одна вещь равна другой, это не значит, что они могут заменить друг друга в выполнении, в исполнении этих вещей. Далее общие правила из Сур-Али-Хлас. Общие выводы. Слова Всевышнего Аллаха Говорит, скажем он, Аллах, один, единственный, имеется в виду, у которого нет подобного, нету министров, нету аналогов, нету равных, нету схожих с ним, никого. И таким образом нельзя описывать никого из созданий, утверждать относительно кого-то это, нельзя, неприемлемо, ни в коем случае, кроме единого Аллаха, Субханах Ваталям. Ни про кого мы не можем так сказать. Он такой, у которого нет равных, аналогов, подобия, сравнений и так далее. Ли аннахуль камилю фи джамии сафатихи, потому что он тот, кто совершенен во всех своих атрибутах, во всех своих действиях. Куль ху Аллаху ахад. Братья, скажи он Аллах, ахад, един, один, вот он в чем един. Аллаху ссамад, Аллах ассамад. Каля л Хафизу бну л Касим аттабарани фи китаби хи ссунна, фи китаби ссунна ляхо, то есть сказал имам Хафиз, а буль Касим аттабарани в книге ассунна, который ему принадлежит. Когда привел много-много слов, много толкований этого имени, имени ассамад, говорит, все это правильно, все это приемлемо относительно этого имени ассамад. Это имя, это все описание качества нашего Господа, аззаваджаль. «Он тот, к кому юсмат, слышите однокоренное слово, самат, юсмат, то есть он тот, к кому направляются со своими нуждами, и он тот, чье господство достигло предела, достигло максимума, то есть чье господство, владение достигло предела». Также было выдвинуто, что ассамад, то есть тот, который не имеет полости и не ест, и не пьет, ну не нуждается в этом. И он останется после всех своих творений. Когда даже никого не станет, он останется. Аллаху ахад, Аллаху ассамад. «Каля бну Усаймин», также сказал шейх Мухаммад бну Салиху аль Усаймин, ассамад, вот это имя Всевышнего Аллаха, ассамад, «Аджмау ма кила фи ма'наху», самое, как бы, лучшее или всеобъемлещее из того, что было высказано в смысле этого имени, «Аннахуль камилю фи сифатихи». Смотрите, что значит самад, если вас спросят. Самый совершенный во всех своих атрибутах, то есть превосходный во всех своих качествах. «Аллязи втакарат илайхи джамиум махлюкатихи», в котором нуждаются все его творения. «Факатруя Анибни Аббасин аннассамада «Ху аль камилю фи علмихи», «Аль камилю фи хильмихи», «Аль камилю фи аиззатихи», «Аль камилю фи кудратихи», «Иля ахири мазукера фи ласар». И передается от Ибн Аббаса то, что он сказал, «Ассамад – это совершенный в своем знании, совершенный в своей снисходительности, совершенный в своем могуществе, совершенный в своей мощи». И до конца того, что передается в этом асаре. «Ва хадзе ягни аннаху мустагнин анджамии аль махлюкат». Это подразумевает, что он независимый от своих творений, не нуждается в своих созданиях. «Ля анаху кямиль», потому что он совершенен, Всевышний Аллах. «Ва варада айдан фейтавсири ха аннас-самада», также, то есть первый смысл слова «самад», совершенный в своих качествах, атрибуты которого идеальны, эпитеты которого достигли максимума в своем совершенстве. Вот это, да, превосходство в своем. Вот это все можно сказать одним словом. Такого можно описать одним словом, как «ас-самад». Тот, кто описан вот этим всем, «ас-самад». Все. «Ва варада айдан» также передается фейтавсири, относительно толкования этого имени, «Аннас-самада хуаладзи тасмуду илайхи л-халайхи». Что «самад» это тот, кому направляются творения фи хава и джиха со своими нуждами. «Ва хадзи я'ни», это, под этим имеется в виду «Анна джами'ал махлюкат муфтақиратун илайхи». Что раз направляются со своими нуждами, значит, все творения нуждаются в нем. Нуждаются в нем. «Ва аля хадзи якуну л-ма'нал джами'алис-самад». И, исходя вот из этих всех тафсиров, которые я озвучил, он говорит, мы можем сказать, что смысл имени ас-самад хуа, следующий, «Аль-камилю фи сифатихи л-дзи втақарат илайхи жами'у махлюкатихи». Это тот, кто совершенен в своих атрибутах и в котором нуждаются все его творения. Вот такой итог делает шейхи бруссеймин. Аллаху ас-самад. Ас-самад. «Лям ялит валям юлят». Не родил и не был рожден. Так же шейх Мухаммад ибнус-салих аль-усаймин говорит. «Лям ялит». Он не родил. «Ли аннаху джалла вааля ляма филе лаху». Он не родил. Аллах субханаху аталли сказал, что он не родил. Хорошо. Мы говорим, потому что нету ему подобия. Нету ему даже кого-то, кто бы был похож на него. «Валь валяду муштақун мин валидихи». А ведь ребенок является, если так можно выразиться, производным своего родителя. Он же похож на родителя. Хочешь ты это или не хочешь. «Ваджус ун минху» Это часть родителя. «Кама кален набию салаллаху алейхи вассалям фи Фатима иннаха бад'атун минни». Как пророк салаллаху алейхи вассалям относительно Фатиме сказал, «Ты всего лишь моя часть, ты моя частичка». Сказал. «Валлаху аззава жалля ляма филе лаху». А Всевышний Аллах нету никого похожего на него. Если ребенок, он похож должен быть на родителя. А Аллаху азава мы знаем, нет никого подобного ему, нет равного, нет аналогов, нет похожего, схожего и так далее. «Сумма инна луалада инна маякуну лиль хаджа». Затем так же мы знаем то, что ребенок как бы в нем испытывает нужду. либо чтобы он помогал в каких-то тяжестях этой дуни. Так ведь? Либо есть нужда в нем, чтобы продолжить род. Но нужда некая есть. Либо чтобы помогал тебе по дому, по хозяйству и так далее ребенок. Либо чтобы для продолжения рода, чтобы он послужил помощником в продолжении рода. То есть нуждается человек в нем. Всего же Аллах не нуждается ни в чем. У него нет нужды, он независимый. Поэтому он не родил. Он не таков, чтобы нуждаться. Не таков, что кто-то на него похож был. Поэтому он не родил. Во-первых, потому что нет никого похожего на него. И потому что он ни в ком не нуждается. Также Всевышний Аллах сказал на нереальность, то есть невозможность того, что он был рожден или родил, то, что он родил, в словах, в своих других словах, в Священном Кур'ане. И как далеко то, чтобы у него был сын. То есть и нет у него сына. И нет у него супруги. Нет у жены у него. Ведь ребенок нуждается в матери, которая его родит. То есть в жене, которая родит. Если он является творцом всего, значит все остальное отделено от него. И в отдельности от него находится. То есть он творит все, управляет сверху этим. Поэтому в словах Всевышнего Аллаха не родил. Вот в этих словах в описании Аллаха, что он не родил. Опровержение трем сбившимся группам. Мин бани адам. Из сынов Адама. Из человечества. Какие три группы? Язычникам, иудеям и христианам. Потому что язычники сделали ангелов, которые являются рабами Аллаха, женщинами. Сказали, что ангелы являются женщинами. Сказали, что это дочери Аллаха. Дочери Аллах не родил. Не родил. Сказали, что Христиане сказали, что Мессия Иса, сын Аллаха. Аллах Субханахваталя о проверке всех заявил об их лжи своими словами. Не родил ни дочерей, ни сыновей, ни Иисуса. И сам не был рожден. Лианнаху Аззаваджалла хуалавалю лязи лейса кабляху шейон. Потому что он Аллах первый самый, до которого никого не было. Он не был рожден. Не было до него никого. Факайфа якуну маулюдан. Да как же тогда он может быть рожден, если он самый первый, и до него никого не было. Табаракова та'аля. Это что касалось общих каких-то полезных также выводов из суры Али-Хлаас. Но давайте здесь остановимся, иншаллах, и дальше продолжим чтение общей полезной выводы из суры Фаляк, из суры Нас. На следующем уроке, иншаллаху та'аля. Субтитры создавал DimaTorzok